всем привет к сожалению первый докладчик немного отпустил возможности и то для чего вообще в андроиде добавлено с виду но мы сегодня уже сейчас попытаемся это исправить я расскажу как нам строить многооконный режим буквально за 10 минут все последние изменения гугла в данном случае фарбэйс и мвайты разделение по регионам это все так или иначе направлено на улучшение пользовательского опыта и молча виду это одна из таких вещь вообще нам андроид предоставляет три различных варианта исполнения многооконного режима это когда спец мы можем разделить экран на две части и скажем верхней части нас будет одно приложение нижней другое это freeform видимо кто-то добрался из microsoft и теперь мы там можем наблюдать действительно обычные окна как на виде как в любой другой доступной операционной системе ну и пирчин пикчер это специально для android тиви мы его сегодня рассматривать не будем но это означает что у нас некий контент может показываться пока пользователь браузер по другому контенту один из наверное казалось бы очевидных моментов это переключение в android n в многооконный режим я без обращения документации разобраться с этим не смог но будем надеяться что журналисты потом все это растрезвонит и у пользователя не возникнет проблем переключиться в многооконный режим можно двумя разными способами это если у нас открыто активити мы можем зажать кнопку recent и тогда нам будет предложено выбрать другой активити которую мы разместим рядом это для случая спецкрин и также до случая со спецкрин мы можем просто на главном экране нажать кнопку recent тапнуть зажать заголовок какой-то активити и перетащить ее в один из углов для того чтобы она там разместилась соответственно спецкрин выглядит следующим образом у нас на экране экран делится на две части и в каждой из этих частей нас отображается кусочек того приложения которое мы выбрали в данном случае это chrome и стандартный системный сеттинг поскольку нас пока нет релизной версии android n вынуждены использовать эмуляторы либо загружать на девайсы и freeform доступен не везде для того чтобы включить режим reform нам приходится придется выполнить вот такую хитрую последовательность действий с адп шелом вызвать кучу команд смысл которых утерян на стек оверфлоу но скажем так что у меня эти команды выполнили с первого раза так что будем считать это корректный ответ на данный вопрос и есть у нас все прошло замечательно то мы попадаем во фриформ когда у нас активите может выглядеть как часть общего экрана на нашем смартфоне на планшете располагаться в любом месте мы можем драгать можем развернуть свернуть закрыть на теперь те самые 10 минут которые мы должны под потратить на подключение на включение адаптацию нашего приложения под мальцевинга вообще по сути нам ничего делать не нужно если мы ничего не делаем с нашим приложением android будет автоматически считать все наши активити поддерживаемые в этом режиме но мы можем принудительно в манифесте для каждой конкретной активите прописать флаг ресайс активити будет русский и указать если этот флаг равен true то у нас активите поддерживает разделение если просто не поддерживает но здесь есть нюанс на эмуляторе фонс не работает поэтому нас любая активите поддерживает мол цикл он режим но и так же можно указать минимальную высоту и ширину чтобы пользователь не имел возможность слишком сильно сжать нашу активити по сути вся поддержка многоконного режима на этом заканчивается со стороны разработки то как это включить но единственное вот можно еще добавить по грамотное растягивание поскольку активити не рисуется в момент растягивания и пустые зоны которые возникают при изменении размеров они должны чем-то заполняться вот таким образом мы можем задать цвет или ресурс этого заполнения есть одна интересная особенность мы можем попросить систему запустить активити рядом с той активити откуда мы запускаем скажем у нас есть некое приложение мы нажимаем кнопочку приложение уже находится в сплит режиме и фри форм и мы хотим отдельным окном или в отдельной панели открыть другой активить скажем браузер мы можем уведомить систему при помощи флага активити launch adjacent но при этом использование данного флага в интенсии нам не гарантирует что активити будет открыта рядом система сама решит нужно вам это или нет и и теперь наверно самый такой важный для разработчиков момент это жизненный цикл при работе в многоаконном окружении вообще он не меняет жизненный цикл активити никак мы также создаем активе через он креет у нас выставляются лояуты какие первоначальные настройки происходят дальше стартует активити дальше на резюме цена паузицы и так далее стопится и дестроится но есть некоторые нюансы о них я расскажу немного позднее также у нас добавляются два кодбека это точнее один кодбек на как он режим это он молчу чей который нам приходит когда пользователь разделяет экрана либо переводит в афри форум и узнать в каком же состоянии у нас сейчас находится активить мы можем с помощью метода из молчу молчу не думал а теперь давайте рассмотрим пример это простое активити собранные сэмпла в котором просто залагированы колбейки на жизненный цикл когда мы запускаем мы можем запускаем активити мы видим что у нас вызывается он креет он старт он резюм ничего такого чего мы с вами не знаем чего не видели дальше мы переводим нашу активити в москве был мод в режим разделения экрана что мы здесь видим у нас срабатывает колбек то что многоконный режим изменился и нам туда приходит параметр true наш активити паузится сохраняется ее стоит она стопится дестроится и воссоздается заново вот это самая наверное большая особенность в данном случае которую мы должны правильно хендить но в данном случае я не рассматриваю приложение в которых в манифесте прописано отслеживание изменений самостоятельно вручную там этот полбек точно так же будет в активите вызываться и вы можете сами менять ледиа вот как вам угодно если мы меняем размер окна у нас активити можно здесь посмотреть опять малсвим сейчас у нас не изменился мы как в нем были так и находимся но у нас активити паузится сохраняется и стоит и строится и пересоздается заново а теперь посмотрим как у нас переключение между окнами работает если мы с нашей текущей активити топаем по другой активится в данном случае это менеджер звонков то наш активити паузится и в связи с этим появляется некая особенность если у нас скажем активити наши является видео плеером или каким-то другим объектом как в котором происходит некое замодействие воспроизведения игрушка там или еще что то то мы не должны останавливать все наши подписки воспроизведения в паузе как это было ранее мы должны теперь эти события переносить все методы он старт и он стоп соответственно наверное даже 10 минут не вышло на всю эту реализацию но это действительно довольно просто и заключение просто корректно обрабатывайте изменения своих изменений конфигурации ориентации устройства обязательно поработайте над тем как будет выглядеть ваши лайк и в данном случае начните лучше сначала с маленьких размеров а уже потом пытайтесь растягивать и есть еще такая рекомендация что не следует в многоаконном режиме на планшетах использовать смартфонные лоялты лучше адаптируйте планшетные лоялты под маленькие размеры ну и так же если мы запускаем какие-то активити они также другие активности из других приложений они также должны поддерживать мальцы не думал ну на этом у меня все документация здесь доступна вопросы пожалуйста всему приложению нельзя запретить можно запретить только активити это я на одном из сайтов называл флаг в манифесте ресайз активити фолос должен быть еще раз лично если отдельная папка в смысле который не позволяет заменить правила независимости он облачет на же активность в разуме в режиме или такой папки нет но ты можешь подобрать в размеру экрана наверное согласен еще вопрос а я нигде не встречал документации ограничения тормозить будет да это особо не нужно то есть будущем будет адекватно что у тебя будет 10 окон и в каждом из них диалоговое окно подождите пожалуйста там или окей закрыть да каждое окно не отвечали это ты будешь в каждом кликать окей 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 но она будет тормозить каждый в своем процессе ну пожалуй у меня все саша ну на самом деле пора уже звать другого с вашим ну а почему у меня микрофон у паката